Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Свыше 400 миллиардов тенге инвестиций в этом году планируют привлечь на развитие туристической инфраструктуры Мангисталской области. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в регион премьер-министра Аскара Мамина. Сегодня область входит в десятку наиболее перспективных туристических зон республики. Здесь реализуют несколько крупных проектов, включая строительство отелей и тематического парка развлечений. Глава правительства поручил обеспечить своевременную сдачу этих объектов. Кроме того, Аскар Мамин провел совещание, на котором обсуждали вопросы развития региона. В частности, строительство нового завода по переработке газа в Жанозе не мощностью до 1 миллиарда кубометров. В этом году также планируют завершить реконструкцию дороги Актау-Форт-Шевченко. В марте начнется рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата. Проект завершат в течение трех лет, что и позволит решить экологическую проблему, связанную с хранением отходов. Сразу три региона страны из Красной перешли в желтую зону по количеству инфицированных коронавирусом. Это Нур-Султан, Алматы и Атуравская область. Всего за прошедшие сутки выявили около 1400 новых случаев. Скончались 8 человек. Павлодарская область по-прежнему в антилидерах. В регионе плюс 267 заболевших. Больше 200 новых случаев в Акмолинской области. Отмечу, в Красной зоне остаются пять регионов. Лечение от коронавируса получают 27 тысяч казахстанцев. Около 600 тысяч человек вакцинируют в Жамбылской области. С учетом противопоказаний и отказов, 10% населения региона прививать не будут. Использовать будут два вида вакцины – российскую и отечественную. Прививки от коронавируса можно будет получить в городских поликлиниках и во всех центральных районных больницах. Возраст вакцинируемых – от 18 до 64 лет. Уже в феврале первая партия вакцины «Спутник Ви» планирует привить 5000 жителей. На приобретение необходимого материала выделят 2,5 миллиарда тенге. Отмечу, в регионе в рамках третьего этапа клинических испытаний уже получили прививки отечественная вакцина «Каз-Ковид-Ин» тысяч человек. Только у одного пациента были явления после получения на третьи сутки, небольшие недомогания. По остальным пациентам никаких дополнительных жалоб, ухудшения состояния после введения вакцины мы не наблюдали. Конечно, пока рано судить о результатах вакцинации, какой иммунитет формируется у них, эффективность вакцины. Для этого нужно время. В Шемкенте открыли прививочные пункты. Сейчас их четыре расположены в городских поликлиниках. Выбраны только те медицинские учреждения, где установлено морозильное оборудование, необходимое для охранения вакцин. Уже известно, кто первым в Шемкенте получит прививку. Подробности в материале Катерины Попковой. В Шемкенте одну из первых партий вакцины получит шестая поликлиника. Списки добровольцев уже есть. Первые уколы сделают тем, кто в зоне риска и каждый день на передовой. Медсестра Сауля Джамбаева решилась на прививку, изучив результаты научных исследований. У меня стаж работает 35 лет. И вот мы работаем, я вижу, что без вакцины инфекция нельзя победить. В город скоро должны привезти тысячу доз вакцины. Она требует особых условий хранения, говорят специалисты. Температура не ниже минус 18 градусов. Поэтому к старту вакцинации закупилось дополнительное оборудование. До конца февраля в Шемкенте ожидается поставка морозильного оборудования во все 30 организаций первичной медико-санитарной помощи. Основной же склад для временного хранения поступивших вакцин создан на базе городского центра крови. Разработан алгоритм, как вакцина будет доставляться в прививочные пункты. Медицинские работники прошли дополнительное обучение. Распространение вакцины по прививочным пунктам будет осуществляться с помощью рефрижератора именно при температуре минус 18 градусов и доставляться непосредственно в пункты вакцинации. Примерно по 250-500 доз на пункт вакцинации, не больше. Для того, чтобы тоже было соблюдено правило хранения на пунктах вакцинации. В мегаполисе продолжают составлять списки желающих привиться. Правда, речь пока идет об определенных сферах деятельности. Те, кто по работе вынужден много контактировать с другими. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бегмуратов, Шымкент, Хабар 24. Вакцину Астрозеника допустили на рынок ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон Дерляйн. Решение принято после того, как препарат одобрили в Европейском агентстве лекарственных средств. Ожидается, что компания поставит 400 миллионов доз. Отмечу, Астрозеника – векторная вакцина. Она содержит ослабленные безобидные вирусы и ген коронавируса нового типа. Англо-шведская разработка стала третьей, по счету которой одобрили в Союзе. Ранее европейский регулятор разрешил использование вакцин компании Pfizer и Moderna. Эффективность американской вакцины Johnson & Johnson оценили в 66%, сообщает Reuters. Это подтвердили результаты третьей фазы клинических испытаний. В тестировании препарата участвовали 44 тысячи человек. Отмечается, что в разных странах получили разные цифры. К примеру, в США эффективность оценили в 72%, в ЮАР – меньше 60%. При этом препарат оказался сильнее других при тяжелых формах заболевания. В 85% случаев медики наблюдали положительные изменения в состоянии пациентов. Другими преимуществами вакцины называют то, что ее вводят только раз, и храниться она может в течение нескольких месяцев при низких температурах. Вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, поэтому ее можно доставить в любую страну. Наши производственные мощности позволяют выпускать большое количество вакцин. В этом году планируется произвести порядка 1 миллиарда доз. Помогает ли вакцина справиться с различными штаммами коронавируса? Лучше ли защищен переболевший человек? На эти вопросы ответил ученый с мировым именем, профессор иммунологии, много лет возглавлявший программу исследования вирусных заболеваний, а ныне президент научного совета Франции по COVID-19 Жан-Франсуа Дельфристин. Наш корреспондент в Париже Алиаса Сдыкова внимательно изучила двухчасовой доклад иммунолога и собрала ответы на самые важные вопросы. Эпидемия в эпидемии или вторая пандемия? Так ученые определяют появление новых, особо заразных мутаций коронавируса. С момента своего обнаружения COVID уже выдал до 300 различных штаммов, но пристального внимания требуют из них три – бразильский, южноафриканский и британский. Все они отличаются повышенной в сравнении с исходной версией степенями заражения. И они же стали причиной эпидемических взрывов в странах, где их впервые обнаружили. И пока нет уверенности в том, что новые штаммы полностью подавляются вакциной. К сожалению, серия данных говорит о том, что созданные в лаборатории антитела не нейтрализуют южноафриканский штамм, и антитела человека, перенесшего COVID, также бессильны. Что касается вакцин, то можно увидеть наполовину полный или наполовину пустой стакан. Часть данных говорит о том, что эта мутация нейтрализуется сывороткой крови провакцинированных людей. Другие исследования, три из них вышли на прошлой неделе, утверждают, что есть потери чувствительности к вакцинам на уровне 40%. Влияние вакцин на новые штаммы еще будет изучаться. Но на вопрос, надо ли в таком случае прививаться от коронавируса, профессор иммунологии дает однозначный ответ – надо. Более того, он сам уже получил первую дозу вакцины. Иммунитет, приобретенный в результате вакцинирования, возможно, является более сильным, крепким, устойчивым, чем иммунитет, приобретенный после перенесенного заражения. И это всегда нужно держать в уме на фоне всех тех плохих новостей про сопротивляемость мутаций. По словам ученого, опасные мутации еще будут появляться, а вместе с ними будут совершенствоваться и вакцины. Уже сейчас международные лаборатории ведут разработку универсальной прививки, которая будет создана на основе нескольких ДНК, гриппа и коронавируса. Но ее планируют применять в ограниченном количестве, для защиты наиболее уязвимых. Одно только вакцинирование не способно вывести мир из пандемии, считает профессор. Поэтому, скорее всего, санитарные меры, такие как ношение масок в особолюдных местах, сохранятся и в постковидную эпоху. Тем временем французские власти, вопреки ожиданиям, отказались от введения локдауна. В стране стремительно растет заболеваемость, несмотря на действующий комендантский час. Руководство Пятой Республики объявило о новых ограничениях, но без введения режима общей изоляции. Распространение британской и южноафриканской мутаций повышают риски ускорения эпидемии. С учетом этих данных вопрос локдауна ставится. Но мы знаем, какое тяжелое воздействие эта мера окажет на французов во всех сферах жизни. Глядя на данные заболеваемости за последние дни, сегодня мы считаем, что можем дать себе еще один шанс избежать локдауна. Во Франции закрывают все непродуктовые торговые центры площадью больше 20 тысяч квадратных метров. И все это на фоне сезона распродаж, на которые так надеялись коммерсанты. Работодателям рекомендовано перевести персонал на дистанционный режим. До нового распоряжения власти запрещают выезд и въезд в страну для граждан неевропейских государств без уважительной причины. На другим темам почти 700 мигрантов застряли на Карибских островах Колумбии. Границы южноамериканской страны закрыты с марта прошлого года. Так власти пытаются сдержать распространение коронавируса. За последнюю неделю больше 500 беженцев прибыли в город Никокли в поисках лучшей жизни. Оттуда они планируют доехать до Панамы, а затем перебраться в США. Отмечу, в прошлом году из Колумбии депортировали больше 3,5 тысяч нелегалов. Большинство прибыло из Гаити. Они просят пересечь границы, чтобы попасть в Панаму. Но это невозможно, поскольку у нас закрыты границы. Аналогичная ситуация и в Панаме. Одной из самых громких акций протеста провели накануне представители ресторанного бизнеса Чехии. Из-за пандемии в стране по-прежнему действует строгий карантин. Однако десятки баров и кафе решили проигнорировать ограничения и демонстративно открыли свои двери. Организаторы Димарша надеются таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам. Бизнес несет серьезные убытки. В вопросе разбирался Александр Гресс. Вынос горячего на улице Праги представители ресторанного бизнеса анонсировали еще в декабре минувшего года. Владельцы заведений искренне уверены, что именно их сектор наряду с туризмом пострадал больше всего от введенных ограничительных мер. Крупные убытки коммерсанты начали нести еще летом, во время первого локдауна. С каждым месяцем ситуация все ближе приближалась к критической. На сегодня, по заявлениям бизнесменов, у них уже нет другого выхода, кроме как идти на открытый конфликт с властью. Большинство заведений столицы банкроты, а значит терять им уже нечего. Мы не наносили удар в спину. Мы предупреждали градоначальников, что вынуждены будем пойти на крайние меры. А как иначе? Нам долгое время обещали помочь. А когда дошло до дела, оказалось, что помощь властей мизерная. Мы не выживем. Правоту наших действий доказывает и поддержка общества. В интернете почти 60% жителей Праги поддержали нас и сказали, что пойдут в наше заведение во время открытия вопреки запретам. Владельцы ресторанов посчитали. Каждый день локдауна лишает отрасль около 20 миллионов долларов. Небывалый размер убытков за все время наблюдений. Однако даже финансовые доводы пока не изменили настроение властей. Напротив, чиновники представили бизнесменам свою смету. На все заведения, открывшие двери вопреки запретам, был наложен штраф порядка тысячи долларов. Если бунты повторятся, стоимость наказания увеличится в разы. Коммерсанты уверяют, протесты продолжатся, а штрафы их не пугают. Оплачивать их все равно нечем. Многие владельцы ресторанов сгущают краски. В стране нет запрета на работу заведений. Рестораны и кафе могут продавать еду и напитки, но только через выходящее на улицу специальное окно выдачи. Недопустимо лишь принимать посетителей во внутреннем помещении. Но ведь это не приходь чиновников. В Чехии пандемия. И иногда нужно понимать и принимать реалии такими, какие они есть. Владельцы ресторанов не намерены останавливаться на акциях протеста. Поэтому планируют зарегистрировать политическое движение «Откроем Чехию». После этого бизнесмены хотят объявить помещение своих заведений местом проведения собраний членов первичных организаций. Таким образом им удастся обойти действующие ограничения. Так как в период эпидемии в республике проходит заседание парламента и другие мероприятия политического характера. Рестораторов на улице Праги обещали выйти простые горожане. Также, по их словам, уставшие от карантинных ограничений. Прошлый антиковидный марш вместил несколько тысяч человек. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Невит. Хабар 24. Чехия. Этот год станет прибыльным для Казахстана. Такое мнение высказали эксперты на форуме экономического сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии. Экономисты, дипломаты и ученые озвучили новые инициативы для укрепления отношений между государствами региона. На форуме побывал наш корреспондент Владислав Цой. В 2021-м цены на нефть будут высокими, и это положительно повлияет на экономику Казахстана. Так считает бывший посол Кореи в Нур-Султане Пэк Чухен. Свой прогноз дипломат связывает с политикой нового президента США. Байден планирует значительно уменьшить финансирование сланцевых компаний. Но, по мнению Пэк Чухена, Кореи и странам Центральной Азии нужно уходить от сырьевой направленности в двусторонних отношениях. Мы не должны останавливаться на традиционных энергоресурсах. Мы должны помнить о новых возможностях, которые существуют между нами. Это производство водородных и электромобилей, технологии по использованию энергии ветра. Центральная Азия обладает хорошими условиями для развития альтернативных источников энергии. И это та энергия будущего, которой была посвящена выставка Экспо-2017. По мнению участников форума, странам Центральной Азии пригодится опыт корейских специалистов в борьбе с коронавирусом, в решении водных проблем и развитии сельского хозяйства. Что бы могло объединить все Центральные Азиатские государства? Не только Ужгостан, не только Казахстан, но все Центральные Азиатские государства, и, в частности, Республику Корея. Это сельское хозяйство. Казахстане могли бы, так сказать, акцент делать на производство пшеницы, плева, производство животноводства, Узбекистан, это вопросы, связанные с общеводством. Сотрудничеству стран региона помогает и хороший имидж компании Кореи. На форуме представитель Агентства по содействию торговли и инвестициям продемонстрировал данные социологического опроса, проведенного в Казахстане. Больше 20% опрошенных считают, что нужно развивать сотрудничество. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. Страны должны усилить сотрудничество по возвращению на родину детей, оказавшихся в зонах боевых действий. Об этом заявили участники неформальной встречи Совета Безопасности ООН. Эксперты отмечают, люди, покидающие свою страну, рискуют не только своими жизнями. Представители США, Франции, Великобритании, Китая и Норвегии также подчеркнули роль Казахстана, который уже имеет опыт по репатриации несовершеннолетних и членов их семей. Мы не можем оставаться равнодушными к судьбе детей, находящихся в районах вооруженных конфликтов. Дети в таких регионах потеряли и детство, и будущее. Наша цель – избежать подобных трудностей. Мы также благодарим постоянное представительство Казахстана при ООН и российских партнеров за организацию сегодняшней встречи. Дети – это свидетельство преступлений и жертвы поступка своих родителей. Они же находились в зоне боевых действий. Они видели все, что там происходило. Бомбежку, изувеченные тела, смерть. И это психологическая травма, последствия которой отсрочены. С этим надо работать, не ждать, когда так называемый посттравматический синдром проявит себя. Это четко отслеживают психологи и социальные работники наших центров, которые работают с детьми в адаптационных центрах. Похоже, что кто-то заказал такси прямо на горку в Триатлон-парке. Так в социальных сетях описали видео, на котором таксист пытается заехать на ледяную возвышенность. Смог ли автомобиль это сделать непонятно, как и мотивы такого маршрута у водителя. Короткая запись обрывается на самом интересном месте. В комментариях пользователи крайне негативно отнеслись к тому, что увидели. Многие посчитали такой маневр опасным. В исправительном учреждении Павлодарской области возобновили пошив медицинских масок и средств защиты. Это уже не первый опыт осужденных. В разгар пандемии они обеспечили противочумными костюмами полицейских и военнослужащих национальной гвардии. В швейном цехе учреждения АП-162-2 строго придерживаются санитарных норм. Рабочие места дезинфицируют несколько раз в день. Заключенные соблюдают социальную дистанцию, поэтому и работают три смены. Маски шьют из качественного гипоаллергенного материала. В прошлом году, в марте месяце, начали шить маски. Обеспечили тогда ими бойцов нацгвардии и полицейских. За это получили зарплату. Деньги тратили на свои нужды, а оставшиеся отправляли родственникам. Каждая бригада за смену вышивает от 400 до 500 штук масок. Желающих поработать здесь много, но вот швейных машинок и инструментария не хватает. На производстве пока занято около 100 человек. На сегодняшний день изготовлено более 30 тысяч масок, 200 защитных костюмов, а также 60 тоннелей, дезинфекционных тоннелей. Это также помогает осужденным исправиться, трудом занятые. Также иски покрывают, что способствует скорейшему освобождению из мест лишения свободы. На территории колонии расположена соматическая больница. Сюда привозят больных заключенных со всей республики. Случаев выявления коронавирусной инфекции еще не было. Но местные врачи готовы в любую минуту противостоять распространению вируса. У нас тут имеется хирургическое отделение, терапевтическое отделение, неврология, онкология. Для этих нужд в декабре 2020 года нам был поставлен новый наркозный аппарат, совмещенный с аппаратом ИВЛ, что является, я думаю, хорошим подспорьем для нашей дальнейшей работы. Недавно, наряду с изготовлением средств индивидуальной защиты, в колонии освоили производство медицинских штативов. Первую партию уже отправили в поликлиники Павлодара. В октябре волонтеры спасают от гибели рыбу в Создинском водохранилище. В последние два года в водоемах региона очень низкий уровень воды. Из-за недостатка кислорода и заиливания рыба гибнет. Чтобы спасти ее добровольцы, бурят лунки и рубят майны. Игорь Шилл раньше часто рыбачил на Создинском водохранилище, которое расположено недалеко от областного центра. Но этой зимой удочку он сменил на ледобур. И вместе с остальными рыбаками и волонтерами бурят на водоеме лунки. С их помощью они надеются обеспечить доступ кислорода в водоем и спасти рыбу. Здесь щука, лещ, карась. Карп был. Но вот как воды стало мало, карп пропал, исчез карп. А так вся линь, вся рыба здесь есть. Вся рыба была. Сейчас не знаю, что будет весной после вот этого. То, что воды тут нету. И как бы замор здесь, то, что замор, что останется. Надеемся, что останется карась и линь, который закапывается в выл. Тревогу рыбаки и волонтеры забили в начале января. Сейчас на водохранилище практически ежедневно приезжают добровольцы. Рубят майны, вставляют в них камыши. А также насосом перекачивают воду из одной небольшой проруби в другую. В водохранилище низкий уровень воды. Под толщей льда доступа кислорода нет. Вода заилилась и лгниет и выделяет углекислый газ, объясняют активисты. Все это приводит к замору рыбы. Как показали замеры, содержание кислорода в воде было очень низкое для существования рыбы. То есть из положенных 4 миллиграмм там было 0,9. Уровень воды здесь оказывается не случайно такой. Казводхоз каждый год к зимнему периоду сбрасывает всю воду и оставляет всего 0,8-0,6 миллионов кубов воды для того, чтобы не разрушила дамбу. Вот у них такие опасения, потому что идет фильтрация. Было предложение сейчас Казводхозу рассмотреть возможность укрепления дамбы, чтобы у нас на зимний период оставалось хотя бы 5 миллионов кубов воды. Сазинское водохранилище вмещает 7,5 миллионов кубов воды. Сейчас здесь всего 830 тысяч кубометров. Специалисты говорят, что это из-за малоснежных зим. Уровень воды в реках пополняется талыми водами, а в последние два года зимой выпадает мало осадков. В итоге водоемы обмелели. Никакого сброса, подачи воды в нижний биф не ведется. Это сентября месяца водоводовская закрыта. Учитывая маловодность года, в 2019 году мы направили уведомление управлению природных ресурсов и регулирование предопользования. И по Маханову предсмотреть все заморные мероприятия по спасению рыбы. Всего в регионе 11 водохранилищ. 8 из них находятся в частных руках. Мероприятия по предотвращению замора рыбы сейчас проводятся практически на всех водоемах области. Данные работы проводятся в районах, потому что в основном замороопасные водоемы являются. Это Евгийский район, озеро Чалка тоже замороопасное. Там тоже активно проводятся работы. Там уже на протяжении трех лет используются именно аэраторы воздушные. Также водоемы Матурска района. Большой воды специалисты пока не ожидают. И этой весной говорят, что все будет зависеть от количества осадков. В ближайшие месяцы тех, что выпали в декабре и январе, для заполнения водоемов недостаточно. Наталья Салькова, Болот Молдоголеев, Актубе, Хабар 24. В Алматы презентовали книгу, посвященную памяти выдающегося спортивного комментатора Диаса Омарова. Это сборник теплых воспоминаний друзей, коллег и детей журналиста. Издание стало результатом коллективного труда 40 авторов. Они говорят, что не хватило бы и сотни томов, чтобы описать жизнь и деятельность человека, ставшего легендой еще десятилетия назад. Карьеру спортивного журналиста Диас Омаров начинал спортивным комментатором на Кастеле Радио. Он стал первым казахом, который передавал новости с Олимпиады в Мюнхене. А в 1980-м на Играх в Москве его признали лучшим журналистом Альянса профессиональных комментаторов. Диас Омаров и сам любил спорт, был ветераном футбольного клуба «Кайрат». И сегодня в память о дорогом наставнике команда и сборной журналистов провели дружеский матч. Чем примечательна эта книга? Она лично для меня всколыхнула, и я еще раз осознала, какую важность в истории казахской журналистики и вообще в истории нашей страны имел наш отец. И не только его профессионализм, об этом звучало уже много раз, а его исключительные, удивительные человеческие качества, оказывается, очень сильно влияют на профессиональную сферу. И именно, может быть, даже благодаря вот этим его прекрасным человеческим качествам, доброта, такт, вежливость, они сыграли вот ту значимую роль, благодаря которому эта книга будет жить. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok